80-летний юбилей отметил Ниньский краеведческий музей. 6 сентября 1934 года историки нашего региона считают датой зарождения музейного дела и краеведения в Ниньском округе. Именно в этот день была организована первая выставка. На ней представили достижения растенееводства. В то время собирал материалы и обслуживал посетителей всего один человек. А фонды музея насчитывали лишь 316 единиц хранения. Спустя десятилетия все изменилось кардинально. Как и 80 лет назад, в день рождения музей открыл для посетителей новую выставку. Только сегодня ее экспонаты не овощи и ягоды, а бесценные сокровища. Именно так можно охарактеризовать коллекции дерева, живописи, иконописи, металлических изделий и одежды, помещенные в этом зале. Выставка «Сохраняя былое» – это больше ста экспонатов, отреставрированных за годы работы музея. Культурно-историческое наследие нашего региона зачастую нуждается в восстановлении. Они происходят реставрационные работы, ведутся они, конечно, очень кропотливо, очень иногда бывает долго и тяжело. Но, тем не менее, эта работа ведется, и мы пытались представить ее итоги. Сегодня фонды музея насчитывают около 39 тысяч экспонатов. Все, что мы видим в залах – это не больше 10% от общего количества предметов. Таковы правила музейной работы. Остальное богатство таится в хранилищах. Каждая предназначена для определенных вещей. Главный хранитель фондов Светлана Попова знает, как сохранить древние реликвии и произведения искусства надолго. Желописное произведение находится на стенаже с решеткой, поскольку они нуждаются в солнечном свете, в отличие от графики. Если поместится абсолютно темное помещение, то краски будут тусклее. В картинном хранилище полотна отдыхают и ждут ремонта. Только здесь можно увидеть хрестоматийные портреты в стадии профилактической заклейки. Эти небольшие кусочки бумаги позволяют сохранить отшелушенную краску до реставрации. Некоторые работы ждут ее десятилетиями. Финансы музея позволяют отреставрировать всего 10-14 работ в год. Процесс этот не только дорогостоящий, но и кропотливый. Убедились в этом мы в хранилище ткани. Чтобы передать первозданный облик вещи со столетней историей, мастеру приходится работать реставрационной нитью тоньше человеческого волоса. Это очень кропотливый труд, тяжелый труд. Требует хорошего зрения, хорошей усидчивости и знаний, исторических каких-то знаний, чтобы знать, как выгодить костюм, чтобы ничего нового в него не добавить. Музейные хранилища прячут в своих стенах вековые тайны. Именно поэтому их работа под строгим контролем. Экспонаты здесь, как пациенты в больнице. Специальные приборы поддерживают определенную температуру и влажность в помещении. Но так было не всегда. В разные годы музей испытывал трудности с помещением и оборудованием. Я очень хорошо помню наши санитарные дни, когда мы чучела, волка, медведи выносили на мороз, вымораживали. То же самое было с коллекциями из меха – паницами, малицами, тубоками, шапками. Мы их тоже выносили на улицу, выбирали самую морозную погоду – 35-40 градусов. И мы их вымораживали, чтобы не дай бог, чтобы там никто не завелся. Ниньский краеведческий музей сегодня – это современное учреждение культуры. Каждый год здесь появляются новые экспозиции, а в работу внедряются современные технологии. Здесь найдут развлечения и дети, и взрослые. Чтобы привлечь молодежь в стены музея, здесь установили 5D кинотеатр. Угодили даже любители модных гаджетов. С недавнего времени некоторые экспонаты оснастили QR-кодами для считывания информации. Останавливаться на этом не собираются. Многое получается, многое не получается. Разумеется, что-то изменится. Экспозиции постоянно нами построены. Основная концепция, она уже понятна. Будем работать над экспозицией, то есть внедрять именно туда какие-то новшества. Уже к концу этого года на сайте музея появится новый раздел – виртуальные экскурсии. Прогуляться по залам можно будет, не выходя из дома. В музее уверены – это сделает культуру и историю Нейнского округа доступной для жителей других регионов.